всем привет меня зовут паша вы смотрите geek спутник последнее время все больше и больше людей меня спрашивает о том как безопаснее всего наверное общаться в интернете и вот хочу сказать что наверно все таки сто процентов безопасного варианта нет но есть несколько программ которые могут вам помочь хотя бы как-то защитить себя и свою информацию при общении с другими людьми так что давайте посмотрим на приложение sims.me от deutsche post если вы помните в прошлом и вам уже рассказывали одно приложение от этой компании которая предлагала вам спрятать все ваши самые секретные документы у вас на ipad в небольшом приложении которое было своего рода сейф так вот в этот раз компания deutsche post предлагает вам сохранить вашу информацию или хотя бы ее уничтожить после того как она попала в руки другого человека за какое-то время или даже шифровать вашу информацию которую вы посылаете другому человеку чтобы между вами двумя ее никто не смог пересхватить и прочитать и узнать все ваши секреты ну так вот программ такого рода немало они все это делают немножко по-другому а но здесь опять же deutsche post с нами связались я поиграл с этой программой и она мне по-настоящему понравилась понравилась она мне по некоторым причинам одна во-первых все все-таки происходит достаточно просто а без каких-то заморочек во вторых эта программа помогает вам не только защищать информацию а также давать рейтинг людям с которыми вы этой информации делитесь поскольку в списке у многих из нас огромное количество людей и согласитесь со мной что было бы очень удобно если бы просто посмотрев на иконку человека вы бы сразу смогли решить как послать этому человеку ту или другую информацию давайте поговорим сначала о том то что не сразу очевидно это шифрование которое использует эта программа эта программа использует и и с 256 а это значит что это advanced encryption system который использует 256 бит для своего шифрования для того чтобы человек смог открыть ваше письмо у вас собой должно находиться от него ключ то есть когда вы посылаете кому-то какой-то месседж фотографию или скажем еще какую-либо информацию она может быть открыта только человеком на другой стороне то есть даже если кто-то сможет украсть вашу информацию пока она доходит до своей окончательной точки все равно открытие никто не сможет потому что всего лишь только у вас у обоих есть тот ключ который необходим для чтения информации это все конечно хорошо но что если вы не доверяете человек который находится на другой стороне и скажем вы ему хотели бы послать что-то то чтобы у него осталось всего лишь на какое-то время так вот здесь у вас есть два варианта приложение предлагает вам во-первых выбрать скажем сколько-то секунд сколько-то минут после которого это сообщение само себя уничтожит это может быть фотографии это может быть ваш адрес это может быть обычное текстовое сообщение также есть вариант выставить любое число в будущем через месяц через два через три через год когда также сообщение просто возьмет и само себя уничтожит как я уже упоминал приложение 7 змеи предлагает вам также остановиться и подумать два раза перед тем как вы кому-то посылаете что-либо все это происходит с помощью небольших цветовых полосок которые находятся рядом с каждым из ваших контактов приложений красное обозначает что вы никогда ничего не посылали этому человеку и получили от него сообщение в первый раз желтый обозначает что вы общаетесь с этим человеком и уже не один раз ему отвечали а зеленый это значит что не только вы посылали что-то этому человеку получали от него обратно сообщение а чтобы также смогли лично просканировать его qr-код который находится внутри его приложение 7 змеи то есть вы лично убедились что человек на другой линии это тот человек они просто какой-то шарлатан который взял у того человека имя и теперь общается с его друзьями самая большая проблема этого приложения это наверное та проблема которая есть у любого приложения мессенджер этого типа а это значит что для того чтобы вы смогли таким родом общаться с вашими друзьями с вашими контактами вы оба должны использовать это приложение как это все происходит на сегодняшний момент приложение предлагает вам поделиться вашей телефонной книгой которые причем они говорят что они не закачивают себе на сервер а всего лишь проверяют ее на вашем телефоне с теми данными которыми уже есть у них есть они видят что один из ваших друзей уже находится в этом приложении он вам предлагает с ним связаться опять же подчеркиваю что и по крайней мере говорят что эти данные у себя они не оставляют они только знают тех людей которые уже подписаны в приложении то есть это не просто такая сборка всех номеров телефонов кого вы знаете которая навсегда останется у Deutsche Post кроме этого я еще нашел очень интересную фичер которая даже не рекламируется у них на сайте но она тоже в каком-то виде позволяет вам более безопасно себя чувствовать на улице фичер позволяет вам сделать экран вашего телефона на котором вы общаетесь с кем-то и текст эти когда вы идете по улице и не смотрите что происходит перед вами сделать этот экран прозрачным то есть использовать камеру когда печатайте поэтому пока вы идете и печатаете вы также видите на экране хотя бы ну асфальт который перед вами они просто так смотрите в экран это интересно удобно наверное сажать нереально сильно батарейку но может быть она этого даже очень стоит потому что я точно могу вспомнить хотя бы несколько раз которые вместо того чтобы смотреть вперед куда я иду я смотрел в экран и печатал все конечно также работает на русском языке это все зависит от вашего системного языка в ios и по крайней мере на сегодняшний день приложение бесплатно и все его сервисы и функции пока бесплатно приложение доступны как и на ios так и на андроиде Deutsche Post хочет показать что они по-настоящему волнуются о вашей безопасности о вашей скажем анонимности о вашей приватности и когда вы вдруг по какой-либо причине решите что вы хотите стереть ваш аккаунт вы сможете это сделать просто всего лишь нажать чем в одной кнопке вам конечно нужно будет вставить там какую-то информацию но они стирают все они не оставляют у себя никакой информации ваш аккаунт просто стирается так что если вы один из тех людей которые смотрели фильмы про шпионов и думали о было бы классно если бы мои сообщения могли так сами себя уничтожать тогда sims.me от Deutsche Post это как раз приложение для вас это все спасибо всем кто смотрел а я пошел посылать неприличные селфи моим знакомым чао